К нам присоединится наш следующий гость, журналист Крымско-Татарского телеканала АТР Айдер Муждабаев. Мне редактор сразу скажет, когда будет готов Айдер. Пока, пожалуйста, подпишитесь, если вы это еще не сделали на наш канал, разумеется, в Ютубе. Сделайте это через VPN, мы заботимся о вашей безопасности. Не забывайте, что у нас есть также каналы и в Телеграм-канале, и в ТикТоке. В ТикТоке есть тоже наш канал, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и там. Есть уже на связи Айдер Муждабаев, журналист Крымско-Татарского телеканала АТР Айдеры. Витаю, дружи, приветствую тебя. Целям овеку, мусим привет. Айдер, вот давай начнем с таких заявлений главы Пентагона Лойда Остина, неоднозначных. Вот он выступил перед Комитетом Сената США по вооруженным силам, сделал ряд таких вот заявлений, которые только что сказал, что он именно сказал. Сейчас мы об этом поговорим. Он не смог на самом деле дать четкого ответа на вопрос, должна ли Украина вернуть Крым до и для окончания войны. Давайте увидим. So, what does victory look like for Ukraine? How do you define victory? You may have heard me say this earlier, Senator, but we've said from the very beginning that what we want to see is a Ukraine that's a democratic country that has, that is independent and has the ability to protect its sovereign territory, to defend its sovereign territory, and to deter aggression. Does that mean Crimea is part of Ukraine? Crimea is a part of Ukraine. Well, okay, right. But in order for the war to be over, does Ukraine have to control Crimea? In terms of how things transition going forward, I would not want to predict what President Zelensky will... Даже люди, которые не понимают английский язык, видно, что этот перформанс Лойда Остина, он шаткий. И республикации сейчас оседлали эту тему, они понимают, что администрация Джо Байдена до сих пор не смогла сформулировать четко, какие планы у них есть победы в Украине. Я понимаю, что это во многом несправедливо, это делать. Тем не менее, вот этот сейчас нарратив также и обретает определенную популярность. Ты, наверное, видишь в украинских соцсетях, где умные, знакомые нам с тобой, политологи начинают говорить, что ты знаешь, а какая разница Байден и Трамп? Все одно. Два синильных старика хуже при Трампе не будет. Вот твое мнение о том, что ты сейчас услышал, и вообще от этого нарратива, который мы сейчас слышим по поводу вообще Трампа, Байдена, есть между ними разница или нет? Ну, если позволите, я начну с конца. Хуже при Трампе будет, потому что если Байден хотя бы делает вид, что говорит о территориальной ценности Украины в границе международно признанных, что хотя бы они ничего не делают, но они утверждают это, то Трамп сразу скажет, что половина Украины как минимум не существует, а если и все, то и ладно. То есть мы же видим все. Мы видим, какие пытаются переговоры с ним вести впервые в истории США, ведут переговоры с теневым руководителем Соединенных Штатов. То есть Кремер, он приезжает к премьер-министру Британии, говорит с ноунеймом, с человеком, который никто. Но при нынешней ситуации в США, в том числе благодаря вот этой демократической администрации, невнятной, которая действительно ни себе, ни людям не может ничего симулировать, абсолютно такие выглядят, как такие растерянные, непонятно кто. Этим, конечно, пользуется Трамп, а Трампом пользуется Путин. И ситуация перед Рампом будет еще хуже, чем сейчас, намного еще хуже, чем сейчас, потому что он сразу скажет, что никакой помощи Украине, России отдаем, сколько нас может захватить и так далее. А потом обсудим Аляску. Ну, потому что Путин сильный, красивый, потому что все диктаторы классные, я хочу с ними дружить и так далее, и так далее. Тут Трампа ничего ждать не надо, он все уже сказал. Рас по 20, для идиотов уже сказал, то есть тут не о чем говорить. Трамп — это вообще дно человечества, это полная гарантия Третьей мировой, со всеми участниками и так далее. Что касается Байдена и вообще ситуации с Остином, очень стыдно смотреть на то, как военные или дипломаты вынуждены оправдывать импотенцию политиков своими словами или молчанием. Вот не так давно Блинкен, сам еврей, пытался как-то объяснить миру, почему Израиль не должен добивать террористическую организацию ХАМАС, почему их нужно оставить живых, фактически почему нужно прекратить операцию против ХАМАС, и при том, что заложники не освобождены, при том, что победы не достигнуты, но просто вот в Америке выборы, и нужно сделать так, чтобы левые проголосовали за Байдена, потому что вот иначе они не проголосуют. Да, очень все просто и тупо. То же самое, это стыдно смотреть, потому что я уверен, что Блинкен так не думает, да. То есть он говорит это с такими грустными глазами, как будто его пытают. Привязали к батарее там и так далее. Это ужас смотреть на госсалитаря США вот в такой ситуации, из-за собственных политиков, из-за собственных, в конце концов, избирателей. Далее, Ллойд Остин, военный, который все прекрасно понимает, и про Крым, и про все остальное. Он прекрасно понимает все риски, все угрозы Украине, все угрозы западным странам, все угрозы Европе. Вынужден делать вид, что ничего этого не понимает, и говорить какие-то общие слова непонятные в связи с тем, что ситуация... Но скажи прямо, мы не даем Украине оружие, поэтому Украина начинает проигрывать, и поэтому есть огромный риск вообще краха вообще всего, и всей системы безопасности в Европе и так далее. И вообще трындец, нам нужно немедленно собраться, поставить голову на место и вернуть все там за три месяца, собраться и победить вот Россию, чертовой мать, или вместе с декупацией Крыма. И вместо того, но политической воли на это нет. Поэтому военный, который прекрасно все понимает, начинает нести какую-то стыдную абсолютно чушь про то, что не надо поражать нефтепрерывающие заводы в России, еще что-то, это вообще не его дело, не его совсем... Это они его заставляют политики, это администрация, советники заставляют его говорить так, потому что он вообще это не должен комментировать. Он военный, это не его дело вообще, да? И он комментирует это как политик, потому что его вынуждают так комментировать, потому что администрация Байдена сейчас так, видимо, надо. У нас, кстати, есть... Давайте посмотрим, как это было, что именно по поводу НПЗ сказал Остин. Эти атаки могут привести к эффекту домино, глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия. Ну, ты абсолютно прав, да. Вот эта ситуация, да. Потом, вот мы только что говорили о других политических вопросах, то есть в глобализированном мире, да, и позиции ультралиберальных левых прогрессивистских демократов по поводу Израиля тоже может навредить поддержке Украине. Ну, и вот The Hill, это самая, наверное, такая местная-местная вашингтонская газета, которая комментирует всю эту подногостную сейчас того, что происходит в Конгрессе, и именно ее, я считаю, дедная и ночь, напишет о том, что вот теперь, собственно, республиканцы вот Джонсонского толка, который понимает, что, ну, украине все-таки надо как-то, наверное, помочь, но вот они предлагают, давайте увеличим, все-таки снимем за ограничения на экспорт сжиженного газа. Ну, опять-таки, это происходит в силу каких-то зеленых таких убеждений партии демократов, и демократы, те, которые вот бдят за нашу окружающую среду, считают, что это недопустимо и вводят еще дальше Америку от разработки таких зеленых технологий, вот артачатся в свою очередь, считать недопустимыми такие торги, когда Украине бы сейчас нам хотело бы любого, то есть любой вариант, открывайте просто все шлюзы, разрабатывайте любые месторождения нефти, газа и так далее, но мы видим, как все сложно, и одновременно мы видим, как Россия пользуется асимметрией вот этого разброда и шатания в западных демократиях. И ты видел, возможно, уже, что Маджи Телли Грин, да простит меня Господь, что я упоминаю это имя вообще, такой оголтелый самый трампист, она в интервью еще одному оголтелому трамписту сказала, что Украина убивает крещенников и ведет войну против христианства. Ну и вот очередное такое ИПСО от Следственного комитета Российской Федерации, что за Крокус Холлом стоят вообще буризма, да, а ты помнишь, кто был членом Совета директоров буризма, это был Хантер Байден. Короче, все действительно очень плохо, Россия пользуется этой асимметрией в таком последнем решительном рывке, надеясь, что им все-таки удастся заблокировать эту помощь. Какое это мое предчувствие этого, удастся или нет, и вообще, что нужно сделать, как нужно пересмотреть вообще свой подход к западным демократиям, в том числе Америке, по борьбе с этой асимметричной войной Российской Федерации против западных демократий? Ну, что касается американской помощи, у меня нет хорошего прогноза, я думаю, что мы ее не получим, вот, потому что, судя по всему, все идет к этому, то есть там, несмотря на то, что вроде как Джонсон собирался поставить на голосование, тут же вылезла вот эта жаба, значит, парпутинская, которая грозит ему отставкой, потом будет еще один спикер, потом еще один спикер, потом еще один спикер, это до тех пор, пока Путин не выйдет на границы Польши, вот. Значит, вот их программа, программа республиканской партии, которая находится под поддонным контролем личного слуги Путина, Дональда Трампа, вот такая у них программа, поэтому сейчас, скорее всего, в Европе нужно просто забыть про Соединенные Штаты, перестать думать, что можно уговорить Трампа там, что, 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 что тут, оставить их наедине Байдена и Трампа там, в Америке, потому что я не вижу никаких вариантов. Дело в том, что, понимаешь, того, кто проявил слабость, того всегда бьют. Вот Байден проявил слабость, он действительно не имеет ни идеи окончания войны в Украине, ничего, кроме добрых намерений, как вот этих экологических деятелей, что все было хорошо и ничего не было плохо, да, чтобы коалы были здоровы в Австралии, чтобы и трава колосилась там в Антарктиде и все такое прочее. Ну, и с этим людьми бесполезно иметь дело, а атомная бомба, ядерная бомба это же не исправит, то есть они этого не заметят, они боюсь, что просто это пропустят любые события, потому что они живут в своем таком мире, который вращается вокруг их сумасшедших голов, да. Вот. Европе не стоит рассчитывать ни на кого. Европе стоит сейчас собираться на экстренные саммиты и отправлять в Украину все, что у них есть, просто все, что у них есть, потому что все остальные варианты, они такие, что война будет на их территории. Вот если бы нас смотрели люди из других государств, я бы им сказал только одно. Отправляйте в Украину все, что у вас есть сейчас, поляки, все, 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 кто может, потому что если вы этого не сделаете, то Россия просто количеством и мясом и снарядами и всем остальным просто завалит, уничтожит Украину. Вот. Это вполне реальная перспектива, кстати, при их объемах, при том, что творится сейчас на фронте, при том, как они имеют господство в воздухе сейчас, реально, просто десятикратно, если не больше, да. Ну вот. Это ни к чему хорошему привести не может. Европе пора просыпаться и не жалеть Украину. И то, что и Украину не жалко, это уже и так понятно. Не жалеть Украину, а жалеть себя, любимых. Потому что война на территории Польши, война на территории Латвии, Латвии, Эстонии и любых других стран, она будет не менее кровавой, чем в Украине. И они могут посмотреть на свои страны через картинку в украинских уничтоженных городах, да. И сдаваться Путину — это самая тупая идея, потому что он съест полностью. Бессмысленно давать Путину ногу, руку, там, голову. Он съест вас целиком со всеми, со всеми вашим потомством и так далее. Потому что это маньяки не только Путина, а эти 146 миллионов Путина, вот. Это маньяки, которые никогда не останавливаются. И кормить маньяков послаблениями какими-то, какой-то нефтем обещать. А потом вот этот Остин, он же понимает, что он врет. Но это раньше нам Меркель про газ рассказывала. Рассказывали, что без русского газа все посыпется, весь мир держится на русском газе. Ну нет русского газа. И где этот мир? И где эта Европа? Что там? Хотя бы на полградуса термометр упал где-то, да? Нигде ничего не упал. Это все брехня. И без русской нефти спокойно проживет этот мир. Вообще без одной капли русской нефти. Но она не русская, на самом деле, с оккупированных территорий имперских. Но дело не в этом. Без единой капли русской нефти мир этот обойдется прекрасно. Вообще без России мир прекрасно обойдется, да? Вместо этого нам пытаются впаривать вот эту левацкую идею, что каждого хищника нужно любить, что каждому людоеду нужно дать по руке, вот, или кинуть ему младенца в рот и так далее. И вот это все, весь этот идиотизм, как левый, так и правый, которым прекрасно моббирует Путин, приводит к тому, что фактически Россия побеждает. Россия побеждает этот мир, побеждает не на поле боя даже, она побеждает вот этими ипсами, манипуляциями. Да, это блестящее, с точки зрения Путина, это блестящая пропагандистская война, которую он выигрывает, очевидно. И опять-таки, я не знаю, тут, может быть, нас слушают и украинские зрители, слушатели, и, знаешь, вообще-то, в принципе, этот замочек иногда очень легко открывается. Вот если мы будем отслеживать эти ипсо, в частности, по христианской линии, мол, Украина преследует христиан, тут все понятно, где ноги растут. Вадим Новинский такой олигарх, его называли православный олигарх, который сейчас купил дорогостоящих адвокатов и лоббистов, в том числе, так называемого, Роберта Амстердама, это фамилия Амстердам, такой адвокат, я его даже знаю, скандально известные. Они ходят сейчас по коридорам Конгресса и как раз втюхивают эту идею о том, что вот вы сможете сейчас подать идею прекращения помощи Украине под соусом того, что, мол, Путин защищает христиан в Украине, которых преследует, расстреливает, уничтожает Украину. Бреди полные, ну вот как это работает и надеюсь, что этим займутся соответствующие органы. У этих людей есть и представители тут, в Украине, в Украине есть, которые работают это делают. Айдер, ну, также вот ты сказал по поводу все-таки Польши и НАТО, и вот мы только что до тебя говорили с Ростиславом Мурзагуловым, и вот он сказал, что вот он сейчас общается с своими коллегами, он живет в Испании и с другими европейцами, и вот, и с одной стороны, ощущение того, что в Украине все стало тише, и что все равно нужно будет договориться с Путиным. И вот эта идея о том, что война неминуемо перенесется на другие страны, в том числе страны НАТО, ну, судя по всему, не верят в это по-настоящему. Не забывай, что и два года назад до вторжения, сколько реально у тебя, твоего окружения верило, когда ты говорил, что Россия нападет еще не два года назад, а я помню, и три, и четыре, тебя считали городским сумасшедшим, а ты же это помнишь, да? Даже украинцы в это не верили, а мы хотим, чтобы Европа в это поверила. 70% поляков по недавним вопросам не хотят, чтобы польские военные и вообще военные любой страны НАТО участвовали в войне на стороне Украины, и только 10% считают, что Польша должна войти в эту войну. Ну вот это можно перевести так, только 10% поляков не хотят, чтобы война шла потом на их территории, а 75% активно хотят, чтобы русские пришли и воинобои шли вокруг Люблина, Варшавы, Гданьска. То есть это полное отсутствие мозга у большинства населения, абсолютная полная жизнь в прострации, которая главный симптом войны. Второе, это импотенция политиков, как в Америке, так и в Польше, которая вот у них власть сменилась, но и эти политики никак не могут объяснить людям угрозу, степень угрозы со стороны России, они боятся быть непопулярными, они боятся проиграть какие-нибудь муниципальные выборы, они боятся сказать, что нам, что война это неминуемый, нам надо к ней готовиться, и лучше воевать на территории Украины с Россией, чем на территории Польши. Просто сказать простую, элементарную правду, которая станет известна и станет реальностью буквально через год-два, да? Но нет политиков, судя по всему, которые готовы это публично сказать. Нет политиков, которые готовы просто элементарно сказать правду. Вот мы и живем в мире Гретт Тунберг, всяких там Шрёдеров, то есть идиотов и проституток. Понимаете? Вот идиоты и проститутки задают повестку дня. Вот результат, все мы видим на экране истории. У нас это буквально пару-тройку минут. Как ты вообще воспринял информацию о том, что суд Евросоюза удовлетворил иск основателей Альфа-групп Петра Авена и Михаила Фридмана, которые просили снять с них персональные санкции, которые были наложены на них в первые дни войны, и вот это случилось. Не нашли они, собственно, суд, суд, суд. Честный и справедливый европейский суд, который не является подотчетным политической власти, решил, что вот по реально юридическим обоснованиям для этого не было. Ну, мир катится к войне. Фридман и этот второй — это бенефициары войны, это люди, которые под спонсора Гитлера, короче говоря. Европа полностью готова к Третьей мировой войне, ну то есть полностью к ней не готова. Ни морально, ни физически. Суды безумные, дебильные. Значит, миллиарды крутятся в путинских денег, миллиарды ВПК крутятся через этих людей. Они просто домашние баллонки фюрера. Ну а даже домашние баллонки фюрера вызывают страх и ужас у судей. Они, скорее всего, это решение принимали судей чисто по формальным признакам, закрыв глаза. И главное, чтобы ничего не сделать никакого. То есть главное не пошевелиться и никаким образом Путина не разозлить. И заодно адвокаты заработали, все нормально. То есть у зла есть деньги, у зла есть связи, у зла есть злой ум, у добра. Ну вот что я тут за толку сижу и говорю? Кто-то меня послушает в этом мире? Хоть один человек? Нет, конечно. Поэтому Третью мировую гарантирую. Войну в Польшу гарантирую. Значит, кровавейшие из плота войны в Украине тоже можно гарантировать. Я не знаю, в таких границах, но я не знаю, чем это все закончится. Но то, что будет очень-очень много еще крови, конечно, и крови оккупантов, кацапов, но, к сожалению, украинской крови. Если Путин даже не добьется всей Украины, а просто почувствует себя побеждающим, поверьте мне, он не будет даже ждать окончания войны в Украине. Он спокойно ударит по Литве и Польше, посувал своему коридору, потому что он понимает, что дальше, может быть, до такого момента уже не представится ему. У него сейчас, вот сейчас момент. От сегодняшнего дня до выбора президента США ОСПУРТ, он должен выдать все третье, второе дыхание из себя и ударить, где только можно деморализовать как можно больше людей в Европе, как можно больше стран втянуть в эту войну, сделать войну по-настоящему мировой. И поэтому обещаю только много крови, мало мозгов, много жертв, много потраченных иллюзий, много потраченного времени, взрывы по всей Европе. Обещаю очень плохое будущее. Но вот и в этой ситуации, в данной ситуации, обожаю мне только Украину и украинцев, потому что они с своими людьми расстались уже давно. И, казалось бы, на этом примере можно было бы сделать какие-то выводы и тем, кто, хотя бы соседям, хотя бы Польше, например. Но нет, выводы не сделаны. Польские фермеры мечтают встретить русских, чеченских или там кадыровских танкистов, которые заставят их вырыть им могилу собственной семьи, застреляют, изнасилуют, потом его в эту могилу, его же трактором закопают, трактор угонят куда-нибудь Рамзама. Вот, и все. И на этом закончится все. И будет море крови, будет очень много погибших польских воинов, и будет много разрушенных городов, и будет всего этого очень много. Но люди не хотят учиться ни на чем. И не видят войны даже за собственным окном, даже близкие не видят войны. Они реально сдаются Путина, будучи сильнее его в десятки раз. Я такого вот, ну это даже в школе такое представить невозможно, чтобы один хулиган терроризировал всю школу. Да? Вот один хулиган фактически терроризирует всю школу. Да, за ними стоит Китай, но если бы мир так не поддавался, Китай бы так и не помогал Путину. Просто Китай видит, что зло побеждает, и поэтому выступает его спонсором. И видит полную импотенцию Америки и полную растерянность Европы. То есть это образцовая ситуация для начала Третьей мировой войны. Более идеальной у Путина не будет. Он сделает для этого все максимально за эти полгода. Ты обрисовал картину более прогрессическую, чем в романах Комека Маккафи, недавно умершего американского писателя. Что ж, ну с другой стороны, ты абсолютно искренний в этом. Я разделяю в целом свое возмущение, но все-таки надежда, наверное, умирает последняя. Есть все-таки хорошие люди, есть понимающие. Ты упомянул Балтийские страны, ты упомянул Британию, есть наши союзники, и так или иначе борьба продолжается. Айдера, дякую. Тоби, спасибо огромное. Сау Булагэс, Чок Савол и, друзья, Эдар Муждабаев, журналист Крюско-капитанского телеканала АЗР. Спасибо тебе,